Все летний 29-й международный фестиваль «Славянский базар» у Витебска пройдет в формате Open Air. Больше заявленных в программе концерта перенесутся на в уличные плясовки. Зменится и концепция программных выступлений. Про это заявили организаторы форума сегодня под час брифингу. Первый конкурсный день молодых выканавцев устрадной песни пройдет под эгидой «Беларусь. Витаяся Броу», где разом с конкурсантами выступят белорусские выканавцы у сопровождении президентского оркестра. Все лета на фестивальную плясовку снова вертается украинская культура. Концерт с уделом вядомых мастров страды, який до этого не был заявлен в программе, отбудется на сцене летнего амфитеатра 18 липеня. Парадуя жухаровых гостей города новый проект «Промофест» с уделом талиновитой и креативной молоди, який будет ладиться на новый плясовцеля концертной залы Витебск. До речи, под открытым небом все лета пройдет большаясть фестивальных проектов. Славянский базар – это огромный опен-эр, который задействует все площадки нашего города, и не только наземные, но и даже небо нашего Витебска тоже станет одной из площадок в рамках феста «На семи ветрах». В рамках нашего Славянского базара появится новая концертная площадка концертного зала «Витебск», и там будет реализован очень интересный проект вместе с нашей национальной киностудией «Беларусьфильм». Непосредственно наше будем кино смотреть, и будут романтичные такие красивые ночи киносеансов на Славянском базаре. Заявленный ранее в программе концерт «Рок на усе часы», який повинен был завершить Славянский базар у Витебска, перенесенный на наступный год. Отмененный концерт с уделом зорки немецкой эстрады Томаса Андерса, организаторы запевнили, что он обовязково отбудется на юбилейном фестывале. Чекается, что селетний 29-й форум будет представлены удельниками из 27 краянсвета, пройдя он с 16 по 19 липеня.